Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нинадима Глаз. Сегодня текущую политическую ситуацию в нашей стране мы обсуждаем с гостями нашей студии. Это журналист Андрей Андреевский, юрист, специалист в области конституционного права Виталий Катаны, а также юрист партии социалистов Фадей Нагачевский. Добрый вечер, господа! Добрый вечер, господин Нагачевский, не так давно вы были в нашей студии. Кстати, был и господин Катана. Тогда вы меня и зрители уверяли в том, что никакого политического кризиса в стране нет. У вас были довольно, вы были полны оптимизма, оптимизма того, что создастся вскоре правящее парламентское большинство, что депутаты приступят к своим функциональным обязанностям и начнут воплощать в жизнь все те обещания, которые не давали своему избирателю. Но, в принципе, время идет, ничего не меняется. Что бы вы сказали сейчас, господин Нагачевский? Я все равно остаюсь оптимистом. Я знаю, что осталось как минимум две недели. Хотя у меня вопросы, если остались только две недели и если не больше. Потому что мы знаем, что есть обращение в гостиный суд от президента республики Молдова. И мы еще должны понять, когда истекает этот трехмесячный... Да, мы об этом обязательно еще поговорим. Но, извините, сейчас, господин Николаевич, обязательно... Мы упомянули, но я не совсем оптимист. Я объяснял, что тогда в то время нельзя говорить о том, что кризис, даже сейчас. Есть время для переговоров. Если определено Конституцией возможности трехмесячные для того, чтобы договариваться, то если даже в последний день, допустим, вложиться в такой срок, это будет, наверное, нормально. Имея в виду, что это у нас, кстати, уже происходило. У нас много... Хорошо. Но, господа, вы же юристы, вы прекрасно понимаете, что коалиция – это не просто так создание правящего парламентского большинства. Это подписание соглашения, это обсуждение этого соглашения. На это уходит, как минимум, не так уж и мало времени. Но мы видим, что никаких переговоров абсолютно не ведется. То есть настораживает не то, что две недели осталось. Жители общественности настораживают то, что никаких переговоров, ничего не происходит. Вам так не кажется, господин Огачевский? Да, первое, что мы видим, что ничего не происходит, что нет никаких переговоров. Может, вы чего-то не знаем? Я не знаю, если есть какие-то другие переговоры. Но то, что я вижу на публичном пространстве, нет никаких переговоров. Но я также знаю, что каждая политическая партия, когда вошла в парламент, она имеет какую-то свою программу. Политическую программу и правительственную программу. Для того, чтобы договориться, не нужно столько времени, как вы говорите. Это можно договориться и за день, день, если есть желание. Потому что у каждого есть свои приоритеты, они ставятся друг перед другом, договариваются. Тут мы ставим на стендбайне, общаемся. Насчет этого мы договоримся и для одного, и для второго. Это хорошее, третье, четвертое. И подписывается этот договор коалиционный до конца дня. Это не такая уж и большая проблема. Вот вся эта риторика, что для этого нужны месяцы, это для того, чтобы отойти от возможности договориться. Если кто хочет, договаривается. Кто не хочет, ищет мотивы, чтобы не договариваться и говорит, что нужно месяца для этого. Нет, не нужно месяца для этого. Если есть желание, я могу даже по-другому сказать. Если у тебя есть желание, и ты видишь, что тебя сроки поджимают, ты подписываешь так называемый антиконтракт. Предварительный договор. Делаешь предварительную коалицию. После этого уже говоришь о том, что есть коалиция. Первые шаги делаешь. После этого уже ты начинаешь договариваться по другим элементам принципиальным. Если у тебя где-то не получается, через три месяца, полгода, опять же, ты можешь отойти от этой коалиции и сказать, что вот мы не договорились до конца. И возвращаются к первоначальной позиции. И это нормально, это политика. Это не только в политике, это в бизнесе, это везде. Оно происходит именно так. Иначе не может быть. Господин Катана, как вы считаете, вас не тревожит вот это молчание? Во-первых, я хотел бы по времени определить. На мой взгляд, время должно считаться с момента, когда состоялся парламент. Не с момента выборов. Поэтому, я думаю, если посчитать, не знаю, сколько сейчас. До 21-го. Да. Что касается того, что не происходит. Ну, давайте отойдем от изначальных, скажем так, позиционирований партий. Блок Акум заявил, что хочет только с партией социалистов создавать коалицию. Партия социалистов также заявила, что только с блоком Акум. Акум не хочет создавать постоянную коалицию. А демократы сделали предложение блоку Акум. То есть, сошлись как бы только две, скажем, два вектора. Это ПСРМ и блок Акум. Как говорится, имя и карты в руки. То, что не могут договориться, ну, тут можно только объяснять. Я думаю, что вот те шарахания, которые мы видим со стороны блока Акум, подтверждают мои слова, я на них настаиваю. То есть, с одной стороны, как бы обзывают самыми грязными словами и Додона, и социалистов. Но при этом ставят сразу вербулу, запятую, и говорят, а мы хотим дальше переговариваться. Но господин Катанов, вы постоянно упрекаете блока КУМ в чем-то, о том, что они говорят об этом. Но они до выборов, они подписали ангажемент, соглашение о том, что они не вступят ни в какие коалиции. И сегодня они социалистам говорят, что они готовы на ситуативную коалицию. Ну, тоже коалицию, в принципе, да? Потому что нужно делить какие-то функции. Ну, для достижения определенных целей. Но, в принципе, тут все понятно, что... Ну, опять же, цель какая? Давайте, я не говорю о том, мы об этом обсуждали, что для того, чтобы добиться тех целей, о которых они говорят, изначально нужно понимать, что априори нужно создавать коалицию. Да, вот, потому что нужно проходить все процедуры в парламенте. И досрочные. Поэтому говорить, что это не коалиция или какая-то коалиция, пусть мы называют, как хотят, все равно это коалиция. Но если даже это, скажем, абстрагироваться от этого, допустим, что сделают по их, скажем, проекту, что тогда? Будут досрочные выборы. Результаты, ну, все сходятся во мнении, что будут теми же практически. Плюс-минус. Плюс-минус. И минусы, кстати, тоже к блоку АКОМ относятся, если они так сильно хотят. Тогда спрашивается, зачем придем в новый парламент с той же ситуацией. Да, скинули всех с функций, да. Даже, опять же, для того же, два варианта возникают по так называемой ихней дезолигархизации, да. Или нужно назначать новых, а это опять процедуры. Пусть даже с нарушением закона и так далее. Опять же, ну, опять же, коалиция, в принципе, это нужно договариваться. Нужно назначать в парламенте, а парламент опять нужно иметь большинство для этого. Или получается второе, что как бы скинули, и давайте выборы. И получается, что у нас остается без главленное государство, без парламента, в принципе. Вот, кстати, мы объявили, что поговорим и об этом. Но я могу дать пример по проблеме с назначением местных выборов. Ну, хорошо, там закон решает проблему, что местные советы исполняют обязанности до выбора новых советов или примаров. Решение юридическое есть, тут не проблема. Но по сути, понимаете, вот... То есть, по сути, вы согласны в том, что Молдова вошла в политический кризис? Нет, риски есть, и они были всегда. Я не говорю, что на данный момент, с точки зрения формально, на мой взгляд, нет никакого кризиса. Да, он может возникнуть в силу того, что они не договорятся. Я сказал мотивы. Вы говорите, что я как бы что-то имею с блоком. Нет, я просто акцентирую на то, что они в своем поведении не коэрентны и не консеквентны. Понимаете, они, скажем, если социалисты... Это не означает, что я поддерживаю социалистов. Я против социалистов. Я это высказал с точки зрения идеологии политической. Я против этой партии, например. Но я говорю о ситуации. И в данном моменте они коэрентны. Мы хотим вот это, и это логично. Потому что так определяет закон, и так, по сути, только может случиться. То, чего они хотят, понимаете, имея в виду их противоречивые даже, не то что поведение, а вообще отношение ко всему. То есть, с одной стороны, как бы обзывают социалистов, как они хотят. С другой стороны, мы хотим только с ними. Давайте договариваться. Социалисты тоже не получат. Потом социалисты говорили, что там что-то по функции, а потом они... Блок ОКУМ хочет все, а потом вдруг... А вообще там можем и спикера отдать социалистам. Но, опять же, не получается почему-то. А я сказал, потому что за всей этой дымовой ширмой, дымовой завесой, есть реальные цели, за которые борется блок ОКУМ. Понимаете, вот все их противоречия, все их шарахание, все их кидание в разные стороны непонятные. Вот унионист говорит, что он учится у русских офицеров, как договариваться, например. Один из депутатов блока ОКУМ. Хотя он объявлялся раньше унионистом. А сейчас вот у него какое-то сильное уважение к... А, вы имеете в виду господина Боля? Но он говорил, что он служил в советской армии, в принципе. Понимаете, я тоже служил, но это не означает, что я очень люблю советских офицеров. Уважаю как людей, всех людей, но с точки зрения политической это совсем разные вещи. Понимаете, я хочу сказать и закончить, чтобы коллеги тоже имели возможность говорить. Я считаю, что за этой дымовой завистью, за всем этим поведением укроются реальные цели. И создание такой политической ситуации, через которую они могут провести свою цель. Это освобождение от тюрьмы Платона, Филата, ЦОПа, который имеет судебное решение. И другие, которые ждут типа Лучинского и другие по краже миллиардов. Вот реальная цель. Если вот это поведение начинать понимать через эту цель, то все становится объяснимо просто. Понимаете? Вот все эти, скажем, нападки на ПСРМ потом, опять же, а это понятно, почему происходит. Потому что хотят надавить и добиться, скажем, через какие-то каналы давления на социалистов и на додона, чтобы приняли вот это их решение. Поэтому как бы и хотят дальше, но пока в условии что-то не то, что-то не получается. А это не получается, потому что пока, наверное, додоны-социалисты, вот эту черную коробку, они не хотят открыть и не хотят в это, наверное, участвовать. Они этого добиваются. Вот отсюда и вот все это их поведение и невоспринимание других возможностей. Господин Андреевский, что, на ваш взгляд, происходит в нашей стране? Над Молдовой на виску и кризис? Мои коллеги по студии юристы, поэтому они смотрят с юридической точки зрения. Юридически, да, кризиса никакого нет. Есть еще время, можно все решать. Но я считаю, что кризис политический, где-то моральный, он есть. Почему? Потому что мы имеем 101 депутат, которые получают уже несколько миллионов зарплату, они получили из наших с вами денег, из бюджетных. При этом ни одного закона не приняли, ничего не делается. Более того, они заморозили те хорошие законы, которые были проголосованы в конце прошлого парламента. Например, вот эти 200 лев, которые должна получать каждая семья на каждого ребенка. То есть, если, допустим, 2 ребенка, 400 лев в месяц, если 3 ребенка, 600 лев в месяц, каждый месяц. Это было проголосовано в первом чтении и ожидалось, что новый парламент проголосует это во втором чтении, и закон вступает в силу. Но это не происходит, потому что парламент не работает. Я считаю, что в этом именно есть кризис, потому что, опять-таки, наши партнеры, инвесторы смотрят на эту ситуацию. Я знаю, что есть люди, которые из-за границы готовы были вложить в разное производство, но они смотрят, у вас непонятно, что происходит. Завтра, может быть, поменяется власть, может быть, вы разорвете соглашение о Евроассоциации. Это, может быть, сценарий, который они не имеют реального продолжения, но иностранцы не знают нюансы нашей политики. И они смотрят по внешнему. И они, когда видят, что там сейчас неизвестно, что будет дальше, как этот парламент будет, он не будет, будут досрочные выборы. Они говорят, давайте подождем полгодика, посмотрим, как там будет развиваться ситуация. И вот в этом, я считаю, это и есть уже кризис, то, что заморозились очень многие серьезные процессы. Плюс то, что, опять-таки, мы говорим, что эти партии в парламенте, они абсолютно между собой не имеют контакта, вот эти фракции. И это тоже кризис, потому что я не представляю, как они могут быстро все решить. Да, господин Нагачевский оптимист, он говорит, что можно за один день. Теоретически можно, за час можно все решить. Но это юридически подписаться. Но вопрос же в чем? Вот когда сталкиваются две фракции и садятся за стол переговоров. Одна фракция говорит, мы хотим там пост, допустим, министра экономики. Обязательно. Это наши требования. Вот у нас есть классный парень, он экономист, отличный. Мы считаем, что вот именно он вытащит Молдову из кризиса. Другая фракция говорит, да нет, а почему это вы решили, что это ваш пост? Нет, давайте мы отдадим там министра здравоохранения, экономика нам. И вот в этом проблема, то есть вот эти торги, ну они даже не начались. То есть если бы они сегодня шли, мы бы видели процесс, что нет, эти хотят так, а вот эти хотят так. И приводят свои аргументы. Вообще нет ничего. То есть они как-то один раз встретились. Притом, опять-таки, эта встреча была больше издевательства друг над другом. Потому что со стороны социалистов пришла руководитель партии, а со стороны АКУМ пришли вице-председатели. Потом руководитель партии увидела, что это уровень не тот. Она покинула встречу. Господин Андреевский, простите, мы еще обсудим обязательно, каковы перспективы вообще создания, если а не создание коалиции ПСРМ АКУМ. Скажите, почему молчат демократы? Хороший вопрос, почему молчат. Ну, здесь есть несколько ответов. Во-первых, они изначально дали, буквально первый, сразу после выборов, чуть ли не на утро, на следующее, дали сигнал блоку АКУМ. Давайте садимся за стол, договариваемся. Давайте оставим наши взаимные обиды. И, кстати, когда многие приводят в пример, а вот в Германии договорились, а у них так долго шли переговоры, и идеологические враги сели, но там не настолько радикально, как расхождение. Поэтому и здесь тоже, да, возможно бы, если бы АКУМ были более настроены на работу, они бы выдвинули какие-то встречные условия демократов. Мы, да, мы согласны, но и какие-то, может быть, жесткие даже, но вообще нет, они категорически, нет ни при каких условиях, все это исключено. Что остается делать демократам? То есть, идти на переговоры с социалистами, во-первых, сами социалисты не хотят, во-вторых, демократам тоже им сложно это будет объяснять и перед своими избирателями, и перед западными партнерами. Сейчас уже люди, когда видят, что ситуация выходит из-под контроля, сейчас уже избиратели сами говорят, ладно, хорошо, вы отличаетесь сильно от социалистов, но давайте садитесь с ними за стол переговоров. Но я пока не вижу, чтобы социалисты этого хотели, потому что мы видим, что господин Додон сказал в одном из последних интервью, что это даже не обсуждается, это опция, потому что полицовет партии принял решение, что только с блоком АКУМ и все. Ну и что, демократы, стучатся в закрытые двери? Но демократы не делали конкретных предложений блоку АКУМ. Они изначально только вышли, они предложили переговоры. Они предложили переговоры. А это логично, что еще такое предлагать? Да, то есть мы предлагаем, давайте поговорим. Если тебе говорят, да, давайте, вот тогда, вот наше предложение такое, вот ваше предложение. Потом демократы, они, кстати, сделали предложение. Они же тогда, помните, опубликовали пакет социальный, в котором они написали, какие их приоритеты и акценты. Там вообще практически нет политики. То есть там нет ни в геополитике, там нет никаких там ни борьба за демократию, за социализм. То есть там практически для людей. А социальные проекты? Да, социальные пакеты, которые они обещали людям в ходе своего трехлетнего правления, как бы это и есть их предложение. И здесь, конечно, сейчас возникает, действительно, вот господин Катан здесь прав, что возникает ситуация, что вот из этих трех партий, ну, он, правда говорит, что совпали вектор АКУМ у социалистов, но я вижу, что они вообще все трое не совпадают. То есть это лебедь, рак и щука, которые... Нет, я имею в виду в смысле того, что они изначально... Да, потому что они хотя бы сказали, что готовы к тому, чтобы переговориться. Готовы переговориться только с социалистами, то есть на этом поле они не совпадают. Мне кажется, сейчас это абсолютная имитация, потому что уже не хотят ни социалисты, ни АКУМ этого. Потому что для социалистов это уже, особенно после последних вот этих заявлений на 9 мая, там какие-то реваншистские взгляды про нацизм, про... То есть сейчас просто избиратели социалистов не поймут, если они сядут за стол переговорами с блоком АКУМ. В свою очередь тоже АКУМ... А вам не показалось, господин Андреевский, что именно и социалисты это активно тиражировали в средствах массовой информации? Потому что если бы не тиражировали социалисты, они бы сели за стол переговорами и начали бы двигаться процесс, начали бы тиражировать все остальные, как бы в упрек. Потому что социалисты, да, они самые сильные на левом фланге, но они не одни. Им бы вспомнили все конкуренты. Вспомнил бы и Усатый, вспомнил бы и Шор, вспомнил бы там, я не знаю, Воронин бы выпал из спячки и тоже бы вспомнил. Поэтому они как бы сыграли на опережение. Типа, ну да, вот мы видим, что такая ситуация нам... Почему это так важно? Вот эта вот опора на какие-то исторические базовые ценности, это одно из главных, на чем идут социалисты. Это на чем они держатся. И это поддерживается очень мощно со стороны России. Вот эти постоянные какие-то марши, георгиевские ленточки, перезахоронения. То есть это, наверное, процентов 50 от деятельности партии социалистов. И если кто-то выбивает из-под них эту основу, то есть они теряют огромный пласт своего электората. Поэтому, конечно, для них это не про... Вот для меня это как бы, ну да, вот такая точка зрения на историю, вот такая точка. То есть для нас, может быть, это не так принципиально. Но для их избирателей, когда им несколько лет, десятилетиями внушают, что это основа жизни. И что нельзя от этого отступать ни в коем случае. И тут выходит там цикл, выходят другие, начинают там что-то там, что Антоневску, там неплохой парень. Конечно, как после этого? Как потом приедет Дедом или Гречанное в село? И вы нам столько лет говорили, что нет фашизма, румынские фашисты. А тут вы обнимаетесь с человеком, который, та же Майя Санду, говорил, что Антоневску это такая личность. То есть можно и так его, и так, как бы и хорошо, и плохо про него сказать. Поэтому это на самом деле не шутки, это очень серьезные вещи. И вот после этих заявлений, как они могут оказаться в одной лодке, я не очень понимаю. Спасибо, господин Нагачевский. Насколько серьезно и перспективно вам кажется идеей или, так скажем, проект создания парламентского большинства между ОКОМ и ПСРМ на данный момент? Все зависит, опять же, от желания. Но я не чувствую желания... Ну вот вы наблюдаете за всем данным очень внимательно. Тогда я тебе расскажу и, может быть, я объясню. Значит, я чувствую желание от лидера Майя Санду, от ПАС, я чувствую желание создавать вот это большинство, но я не чувствую желание от Андрея Анастаса. И я объясню, почему я считаю, что именно из-за этого и создается этот кризис, невозможность создавания большинства. Значит, Майя Санду, она же должна быть премьер-министром в случае, если создается коалиция. Андрей Анастаса остается никем, за бортом, обычным депутатом. Ну, это не Никита, но это обычный депутат. Но у него же претензии стать ген-примарем муниципия Кишно. Если он уходит просто в депутат, он, значит, уходит просто в никуда, как публичная личность. Он не так будет виден. И в таком случае возможность, чтобы он вырос до ген-примаря еще раз, довольно-таки маленькие шансы. Более того, ранее представители Майя и Санду тоже говорили на разных передачах, что они тоже выдвинут своего кандидата на функцию ген-примаря. Значит, у них ситуация, пойдут ли они с единым кандидатом. У него вопрос, не оставить ни цели он за бортом. Более того, они находятся все на одном пласте электоральном. Я уверен, что на момент, как Майя Санду начинает расти, и она понимает, что может броситься от Андрея Анастаса, она атакует Андрея Анастаса для того, чтобы забрать этот электорат. Потому что, вы замечаете, с 94-го и сюда правый электорат это в пределах 30%. Майя Санду хочет под себя подобрать вот этот электорат, и это нормально. В политике оно так и происходит. Я посмотрел на последней вашей передаче, где выходил Андрей Анастаса. Андрей Анастаса выходил, его спрашивали, слушай, насчет спикерства. Он говорит, а я, в принципе, готов уже быть и 4 года. А что, социалисты не требуют премьер-министра. Дальше он еще что говорит насчет... Я уже готов уйти из этой функции, только если проголосует антиолигархический пакет, и если будут договоренности, ясности насчет премара по муниципе Кишино. Значит, он уже указывает дополнительные условия. Это не только социалистам, но это и Майя Санду. Потому что его модератор спросил, слушайте, я слышал, что у вас ситуация такая, что Майя Санду хочет, вы не хотите, и она уже готова где-то даже обязательства публичные подписать, что вот ты уйдешь с должности спикера через неделю, сколько там. Он говорит, я не знаю, что говорят мои коллеги, и я сам решу насчет этого вопроса. Значит, уже появляется сомнение. Ранее они говорили про поводу недели, что он будет спикером находиться. Сейчас я уже, господина Попшоя, уже слышу, какой-то месяц уже, что он находится спикером. А в чем шутка? Значит, пакет антиолигархический. Он всегда то 7 проектов там, то 12. А что такое антиолигархическое? У нас нету вообще нигде вот такого... Как понять, что такое антиолигархический пакет? Просто заменить чужих людей на своих. Нет, так вопрос в том, что за неделю эту проблему не решишь, ни за месяц, ни за два, ни за три. Это означает, что он в любой момент... Не то, что в любой момент. У них же есть там определенные предложения. Они предлагают снять генпрокурора, они предлагают снять еще определенные должности. Вот для того, чтобы снять генпрокурора, должна сначала попробовать поменять законодательство. Дальше нужно попробовать поменять совет прокуроров. Дальше нужно все это провести, посмотреть, если Конституционный суд договорится. Если не договорятся с Конституционным судом, это должны попытаться Конституционный суд поменять. И это где-то будет длиться 2-3 года. То есть, я насколько понимаю, господин Ногачевский, коалиция между ПСРМ и ОКУМ вам кажется на данный момент довольно-таки иллюзорной? Нет, нет. Почему? Но вы как юрист не понимаете, как будет реализован генпрокурора. Я говорю про Андрея Настасова. Не ОКУМ, это не Андрей Настасова. Там есть 26 человек, из которых 14 это ПАС, 12 это Андрей Настасова, а из этих Андрей Настасова там 1-2-3 человека. А все остальные, не знаю, гражданское общество и оппортунисты. И вот эти оппортунисты в любой момент могут... У нас может появиться уже какой-то другой блок ОКУМ. Все может быть в республике Молдова. Потому что Андрея Настасова уже люди как бы не понимают. Я заметил, что в Сороках 13 сразу ушли. Какую-то информацию, что в Унгенах у них какие-то проблемы насчет своих партийных организаций. Я не знаю, правда или не право по Унгенам, но по Сорокам он сразу признал, что их организация ушла. Поэтому Андрей Настасов сможет ли сконсолидировать хотя бы свою вот эту ПАС-фракцию внутри этого блока, я сомневаюсь. Я хочу напомнить, что вот сейчас они пошли на переговоры. Я не знаю, если и Майя Сандо, я думаю, что и Майя Сандо, потому что Андрей Настасов вчера давал лайф, что он находится на какой-то там собрании в Мюнхене с ППМ, там где госпожа... Я думаю, что у них тоже будут там какие-то консультации, не знаю, с чем они приедут на следующий день. С Виктором Верилан Цопой. Ну, нет, сейчас они в Мюнхене, именно с Майя Сандо приедут. Может быть, при возвращении домой проедут через Франков. Не хочу спекулировать, но я это видел. Они с Москвой встречаются уже через Франков. Ну, вопрос, я зачем это говорю, что... Или через Вену, извиняюсь. Это первое, что они пошли на консультации, первое. Но второе, я что хочу сказать, вот как Андрей Настасов спекулирует. Он же всегда вот, социалисты едут в Москву, не знаю, на какие... А ты что делаешь сейчас в Мюнхене, у Меркель, когда остаются две недели до окончания вот этого срока, так называемого, пока можно создавать большинство и назначать правительство Республики Молдова. Вот это называется, что он... И он теряет свое лицо. И я могу еще сказать, Майя Сандо, как вам сказать, она намного опытнее. Она системная, с 94-95 она только в системе работала. И она намного сдержаннее. Она же работала под руководством Додона. Ну, вот видите. Она намного умнее, она намного в публичном пространстве, намного лучше выглядит. И она никогда не продвигает так сильно, как Андрей Настасов, пустую агрессию. Он агрессивный политик и пустой политик. Исходя из этого, я не знаю, если уже его депутаты начали понимать, кто оно такое. Вы намекаете на то, что на сегодняшний день в блоке АКУМ есть определенный раздрайв. Еще одна фракция может появиться там. Еще одна фракция может появиться. А я не исключаю такой. Ну, и не исключайте все-таки еще у вас, у вас есть надежда, жива надежда на то, что возможно создание коалиции АКУМ и ПСРМ. Абсолютно. Поняла. Господин Катана, кстати, вы слышали информацию о том, что господин Басеско заявил о том, что молчание демократов связано с тем, что... Я не могу сейчас его точно процитировать, но он сказал о том, что молчание демократов связано с тем, что демократическая партия ищет себе в парламенте, среди депутатов парламента, новых, так скажем, сторонников. Он выразился совсем по-другому, я так, обтекающе. Вы поняли, о чем я говорю? Да. Ну, что касается заявлений господина Басеско, я уже давно их не воспринимаю так всерьез, при всем уважении к нему. К нему, с моей точки зрения, применимо то изречение, когда говорят, что бывшие заслуги не дают права совершать за счет людей будущие ошибки. Чтобы люди понимали, я знаю, что, скажем, в 2014 году готовилось, скажем, другие форматы участия в парламенте. Но он настаивал на таком формате, чтобы господин Филат и Паладеме выглядели хорошо. И Паладеме, кстати, пробилось с очень хорошим результатом в парламенте. Это господин Басеско логировал? Я знаю так из кулис, потому что косвенно участвовал в этих делах в тот момент. И я знаю, во что это вылилось для республики Молдова, мы знаем. Это кража миллиарда Филатами его людей. Так что я уже совсем по-другому воспринимаю слова господина Басеско. А что касается его в том, что он лоббирует чьи-то политические интересы, говоря это? Ну, у нас, кстати, он не то, что лоббирует. Он сам хочет участвовать таким образом, чтобы чего-то в свою пользу добиться. Потому что, скажем, он ничем не помог либеральной партии. Но когда либеральная партия оказалась в топе, на конях, то он сразу здесь, в этой зоне, он был союзником с ними. Дружил с либеральной партией. Как либеральная партия немножко ушла в тень, он сразу переориентировался и находит себе союзников, которые могут принести здесь ему голоса. Не более того. То есть он легко дружится, легко бросает тех, которые теряют электорат. И, с моей точки зрения, это нечестно. А что касается его определений, я вижу, кстати, со стороны многих, вот это слово, перебежчики, трансфуджи. И там некоторые по-другому обзывают их. Но я хочу спросить, Адмая Санду сама, она-то кто? Она не перебежчик, кстати. Она же свою карьеру делала в ПЛДМ, под Филатом, под руководством Филата. И она одна из первых убежала из этой партии. Почему она других называет перебежчиком, если она сама убежала из этой партии? Понимаете, вот эти определения, эти слова, они, знаете, во-первых, очень часто они применяются теми, к которым эти слова применимы. С другой стороны, есть такие ситуации, когда, извините, ну вот Филат пошел на войну с демократической партией лично. Понимаете, от этого пострадала целая партия, даже люди, потому что он украл миллиарды и так далее. Вот что должен делать депутат, который оказался в ситуации, вот что он депутат, но в то же время его партийный лидер развалил партию, партия ушла никуда. Он должен свои депутатские полномочия как-то исполнять. Что он должен делать? Конечно, должен определиться, за какие ценности он выступает. За европейский, например. Ну кто в парламент проводит такие линии? В тот момент оказалась демократическая партия, да? Что в этом плохого? Понимаете, есть такое слово, когда один уходит, остальные остаются, то тот, кто уходит, предатель. А когда все уходят и один остается и сидит, наверное, то, наверное, предатель как раз тот, который сидит сейчас в тюрьме. Поэтому, когда я слышу вот такие определения, я их воспринимаю, повторяю, вот через вот такой анализ. Ну а когда, я повторяю, когда говорит об этом господин Босевску, то он много. Я не хочу сейчас сделать список его ошибок по отношению к Молдове. Но их было несколько серьезных ошибок, которые нас стоило. Поэтому в данном случае могу сказать, что господин Босевску нам не указ. Спасибо, господин Андреевский. У меня для вас есть очень интересный вопрос. И ваше мнение мне очень важно, но я его задам после очень короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что сегодня мы обсуждаем в эфире программы «Главный» и текущую политическую ситуацию в стране с гостями нашей студии. Это юрист Фадей Нагачевский, юрист Виталий Катана и журналист Андрей Андреевский. Господин Андреевский. Кстати, вот господин Нагачевский говорил о том, что и в блоке АКУМ уже есть свои определенные противоречия. Господин Босевску заявил одно. Я думаю, что на эту ситуацию есть люди, которые смотрят несколько под другим углом. Действительно, в каждой фракции есть депутаты, которые давали определенные обещания своему избирателю. И я даже иногда за кулисами общаюсь с этими депутатами, которые выражают, так скажем, свое печальное недовольство тем, что они не могут, особенно те, кто был избран по одномандатным округам, что они не могут начать работать и выполнять те обещания, которые они дали своему избирателю. Не обязательно купить, как сказал господин Босевску. Но не исключаете ли вы того, что в парламенте может образоваться какая-то фракция независимых, например, или фракция, какая-то отдельная фракция, которая будет более уступчива и создаст, например, или с социалистами, или с демократами правящую коалицию? Ну, это исключать нельзя, учитывая наш парламентский опыт. Давайте по-другому, насколько вероятен такой вариант, на ваш взгляд. Я считаю, что он вероятен менее 50%. То есть у него есть какой-то шанс на то, чтобы быть. Но дело в том, что, например, то, что говорит Босевску, что демократы ищут. Я не думаю, что демократам надо искать. Они могут просто один раз сказать, кто хочет с нами, и я думаю, что отзовутся сразу. Потому что дело даже не в деньгах. Быть с партией власти, это значит решать проблемы людей. Потому что вот одномандатник, он победил в своем округе. Представьте, человек сейчас приезжает к себе в округ, и люди говорят, ну что, ты нам обещал школу отремонтировать, выделить бюджет на ремонт дороги. Ну да, так и происходит, в принципе. Так и происходит. Что он может сказать? Ну мы же боремся, у нас антиолигархические законы, нам некогда. Ты нам обещал другое. Ты нам обещал для нашего округа решать наши проблемы, а не бороться с плохотником в пользу ЦОП или еще кого-то. Нас это не интересует изначально. И поэтому, конечно, я думаю, что легко бы пошли, но, во-первых, сами демократы этого не очень хотят, потому что это опять будет обвинение в их адресу. Вот купили, вот то, вот все. Поэтому им это не очень нужно. Поэтому они не делают такой клички, подавайте, кто хочет с нами. Во-вторых, будут проблемы с Дадоном. А социалисты? Может, социалисты такой вариант не исключают? Дадон сказал, что он не подпишет премьера, предложенного перебежчиками. То есть я так понял, что это имелось в виду вообще, в принципе. Неважно, в чью пользу будет этот премьер. Ну и в-третьих, то есть это все-таки как-то, ну, это решение такое критическое. Это как операционное вмешательство. Это не планомерное решение проблемы. То есть да, я не исключаю, что это может быть какое-то вот уже все. Никакого другого лекарства нет. Вот давайте попробуем так. Но я надеюсь, что все-таки до этого не дойдет. Потому что, повторяю, это все-таки выглядит не очень хорошо. Притом, я и раньше говорил, что у нас люди как-то смотрят очень примитивно. Что если перешел из фракции в фракцию, обязательно его купили. Не обязательно. Потому что человек, он может себя реализовать в другой фракции. Вот в этой все. Он не может. Ему не дают никаких возможностей. Потому что тот же Додон, когда вышел из... Даже вот пример мне приводили госпожу Гречану. Они когда вышли от коммунистов. Гречану, она вот мне описывала одна журналистка, которая с ней плотно работала, брала интервью. Она говорит, она выглядела последние годы просто раздавленной. То есть ее в этой фракции коммунистов заклевали. Она была там практически никто. Она ходила постоянно вот так вот с опущенной головой. И она вот первый раз, говорит, я ее увидела ожившей. Когда она вышла из фракции, увидела, что у нее открылись какие-то горизонты для новой работы. Что вот сейчас я и начну работать. Потому что мы должны понимать, что люди, которые попадают в парламент, у них какие-то есть амбиции, они хотят себя как-то реализовать. Хотят, чтобы не просто с них смеялись, что человек 4 года отсидел в парламенте, как бы Иван ничего не делал, никакой пользы от него не было. Он хочет какой-то оставить о себе след, чтобы его родственники гордились им. Чтобы его, особенно если он по округу, чтобы люди говорили про него хорошо. Что да, парень прошел в парламент, да, он для нас что-то сделал. Поэтому я такой вариант совершенно не исключаю. Но повторяю, что он просто выглядит не очень хорошо. Даже при том, что мотивы могут быть хорошие. Я хотел бы здесь добавить, что если пойдет тот сценарий, о котором говорил господин Нагачевский, например, и кажется, господин Андреевский тоже. Сценарий какой, если от Акума? Если да, все пойдет не от демократической партии, скажем, от самих Акумовцев, если они начнутся там внутренние какие-то раздраи, и распадется вот их, уже не знаю, блок или как они себя называют, они запутали всех уже своими, как бы и одно, но как бы раздельно. Хотя мы одно. То есть, если эти процессы начнутся, то тогда, наверное, создастся легитимность для того, чтобы говорить о новых возможностях для создания большинства в парламенте. Здесь, кстати, очень важный момент я хочу добавить. Вот даже если мы возвращаемся к моральной точке зрения. Те люди, которые прошли по одномандатным округам, они не обязаны партии так, как обязаны те, кто в списке. Потому что люди из списка, некоторые, они вообще... Я говорю, что я в основном имею в виду и те, кто прошел, именно те, кто прошел по одномандатным округам. Да, вот я это и хочу сказать, что те, которые проходили по списку, многие из них вообще не ввели никакую кампанию. Они просто понадеялись на тот ресурс, который вкладывает партия. И как бы вот за лидером, который харизматичный, эффектный работал, они паровозом зашли в парламент. Те, кто работал на округах... Но есть некоторые, которые проиграли в одномандатным округам. Они не посчитали, а вот по списку человек прошел. Поэтому вот эти, которые по спискам, если они увидят сейчас, что вот ситуация такая, они могут действительно создать какую-то фракцию независимых. И это будет даже не перебежчик, по сути, потому что они изначально как бы, они не из списка. Они, да, поскольку близки к партии, притом, например, в той же платформе, да, там есть часть активистов. Там изначально было три, скажем... Да, они изначально говорили, что мы не из этой партии, мы не партийные. Мы просто как бы поддерживаем какие-то их идеалы, мы идем с ними. Но, то есть, я не исключаю их выход. Но смогут ли они создать фракцию этого вопроса? Хорошо. Господин Андреевский, ответьте еще тогда на один вопрос. Насколько вероятно, на этой неделе президент давал интервью, и его, кстати, спросили, задали ему вопрос, если демократы примут те условия, которые выдвигают социалисты блок Куакум, насколько вероятно, что социалисты согласятся с этим? Им на это ответит Фадий Нагачевский. Но также президент подчеркнул то, что они сами демократам никакое предложение делать не собираются. Вероятно, есть вероятность того, что демократы выйдут к социалистам с определенным предложением? Я не исключаю такой возможности, потому что демократы меньше всех хотят досрочные выборы. Им даже с точки зрения политтехнологической это невыгодно, потому что если мы пойдем на досрочные выборы, то это будет еще какой-то затягиваться в этот период неопределенности. А им очень важно показывать людям реализованные свои проекты. То есть вот наши эти друмурбун, наши... Поэтому им это как раз совершенно не надо. И в этом плане, может быть, я могу предположить, что... Но видите, им тоже тяжело, потому что... Представьте ситуацию, они обращаются к социалистам, а социалисты говорят, нет, у нас же полицовет решил, мы не хотим... Повторяется ситуация с АКУМом. Как вот мы, демократы, когда обратились к АКУМ... Но они ничего конкретного АКУМу никогда не предлагали. Нет, они предложили в первый же день, что давайте сядем за стол переговоров. Это было конкретное предложение. АКУМ отказали. Сейчас... Кстати, первое предложение, оно содержало очень хорошее, скажем... Они готовы были вводить даже... Скажем, премьер-министры. Ну, они когда не пришли, потом в конце они сказали, что вот зря вы не пришли. То есть... Мы бы готовы были даже... Так дверь оставалась открыта, я не знаю, что зря вы не пришли, мы были готовы. Мы и сейчас, они говорили, готовы. Вернитесь и продолжим разговор. Вот вам пост премьера, за который вы так говорите. Есть ключевые какие-то моменты. Что касается других вещей, их можно, конечно, обговаривать. Но и социалисты дают им пост премьера. Нет. Тут, я говорил, есть две парадигмы. Одна проевропейская, и тогда логичная коалиция демократов с блоком АКУМ. Есть антиправительственная оппозиция, объединяется против власти. Это ПСРМ АКУМ. Я, например, не знаю, почему ПСРМ исключила возможность договариваться с другими, кроме блоком АКУМ и, соответственно, блоком АКУМ. Я понимаю то, что они... Социалисты обосновывают это тем, что демократы для них опасные партнеры. Не понимаете, во-первых, демократы не могут ходить и махать кулаками, и там брать предложения свои, постоянно ходить с ними махать. Вот, пожалуйста, кто. Сделали это серьезное предложение, это самый высокий политический уровень, чего больше уже. Пожалуйста, они даже сейчас, наверное, блоком АКУМ могут повернуться и сказать, да, мы вот сделали предложение, мы вот передумали, можем поговорить. Но этого не происходит. А что делать? Должна делать демократическая партия. А что касается второй части... Я спросила у господина Андреевского, насколько возможно, что демократы предложат социалистам и согласятся с их условиями. Нет, там вторая часть другое. Давайте вы пока вспомните, господин Ногачевский. Если, давайте чисто теоретически представим, демократы примут все те условия, которые социалисты выдвигают блоку АКУМ, и сделают свое встречное предложение. Вау! Возможно ли то, что социалисты примут его? Вы были, кстати, присутствовали на национальном совете республиканском? Конечно, конечно. Как вы общались с людьми, каким образом они... Почему они так категорично настроены против демократов? Почему они выступили и приняли решение на том национальном совете или с блоком АКУМ, или досрочные выборы? На тот момент была одна ситуация. Это ситуация довольно-таки... Мы только вышли, в принципе, из выборов. Тогда нужно было начинать с кем-то дискуссии. Мы понимали, что АКУМ уже на тот момент какую-то открытость к переговорам уже показывали. Мы понимали, что с ними надо переговаривать, потому что они являются оппозиционной партией. Это первое. Как я понимаю, партия социалистов. Ну вы знали о их обязательствах перед избирателем, которые гидовали перед выборами? Ну вот они подписали, что они делают коалицию. Но ситуационную коалицию делают. Ну что тут меняется в таком? Это же тоже коалиция. Я понимаю, политические декларации, когда подписываешь, исходя из важности ситуации государственной, то ты можешь отойти от этой политической электоральной риторики. И это нормально. Хорошо, хорошо, господин Игоревичевский. Это главное убедить свой электорат, что ты поменял свою позицию, исходя из того, что это важно для народа и для государства. Потому что ты переходишь из электора уже в государственного представителя. А тут всем уже другие стандарты. То есть вы считаете, что национальный совет может еще раз собраться и принять такое? Президент республики Молдова уже сказал, что в любом случае будет это предложение какое-то. Договорятся с ОКУМ, не договорятся. Что бы ни случилось, 4 или 5 июня все равно соберется Совет партии социалистов для того, чтобы решать, как оно должно произойти дальше. Потому что сначала нужно предоставить рапорт Совету партии социалистов, объяснить ситуацию, послушать и какие у них позиции, исходя из этого принять окончательное решение, что делать дальше. 4 июня было оглашено президентом республики Молдова на телевизионном канале. А почему социалисты сначала приняли решение, что они ни в какую не будут с демократами? То есть они не проигнорировали, они сделали предложение. А они что, сегодня поменяли свою позицию, что ли? И сегодня они не поменяли свою позицию. Это социалисты... Почему? Потому что так решил Совет. А там проголосовало более 103 человек. Вот пришли люди из народа. Это является Совет партии социалистов. С Гагаузи, с Бельц, с Окнице переговорили все стратегии, все формулы, все анализы. Каждый высказал, который хотел, конечно, высказал свою позицию. И люди сказали, мы должны разговаривать только с АКУМ и все. Дальше, если не получится, идем на досрочные выборы. Я не знаю, поменялась ли ситуация, что в головах у этих людей на территориях. Потому что я все равно больше информируюсь из Кишиневского ресурса, я имею в виду людей, и из телевидения. А как оно происходит в территориях, я не знаю, что произошло в мозгах у людей. Поэтому не собирать этот совет, это тоже неправильно. Люди должны прийти, высказаться, чтобы мы поняли, что должно произойти дальше. Чтобы они взяли тоже свою ответственность, чтобы они поняли, чтобы им объяснили, что это стоит 100 миллионов лейли, сколько будет стоить эти выборы. Что ничего не поменяется, но каждый уже проинформировался дополнительно. Исходя из всей этой ситуации, оно будет как на ладони. Всем будет ясно. Ждем 9 июня, идем на досрочные, идем в оппозицию. А до этого времени еще и может произойти, ой, еще столько интересного. Как я говорю, мы всегда говорим про блок, как какой-то консолидированный пакет. Нет, это не консолидированный пакет, это как минимум две фракции. Поэтому мы сейчас вот разговаривали до сих пор про математику. А сейчас уже происходит, в последние дни уже происходят химические реакции. Тут уже химия начинает работать. А когда химия работает в голове человека, там уже происходят неконтролируемые ситуации. Так что что произойдет в головах вот этих одномандатников, которые есть в фракции, в этих блоках, мы тоже не знаем. Люди начинают, знаете, когда тебе дали возможность, у тебя есть значок депутата, и ты понимаешь, что это возможно последний твой шанс жизни выйти в публичку. И выбрасывайте это, потому что Андрею Настасу так хочется. Но Андрей Настас, ты же понимаешь, он все равно по спискам пройдет еще раз, и это не проблема для него. Вот так как бы люди уже начинают думать, а он есть ли насчет его или нет. Это же еще неизвестно. Вот есть и такая ситуация. Поэтому, что они процессуемые еще? А вот все-таки, извините, еще один вопрос. Господин Ногачевский, вы следите пристально за ситуацией, вы общаетесь с своими однопартийцами. Вот те исходные данные, которые у вас есть, которыми вы владеете, как вы чувствуете, каков процент того, что все-таки досрочные выборы состоятся? Я и не верил в досрочный выбор, и не верю в досрочный выбор. И верите, и не верите. Нет, я и ранее не верил, и сейчас пока не верю. Я уверен, что партии демократов менее всего допустят досрочные выборы, потому что у них еще есть и конституционный суд. И у меня есть своя интерпретация по поводу, когда вообще истекает срок. Идти поделиться ей. Да, без проблем. Есть 24 мая, есть 9 июня, есть 21 июня. Есть третий элемент, это исходя из решения конституционного суда, что у меня вопрос начал вообще истекать срок. Вот когда начинает... Потому что на основании решения конституционного суда еще 2013 года... 24 мая? 24. А, 24. На основании решения конституционного суда еще 2013 года претонаса там было указано, что парламент должен инвестировать. А что такое инвести? Правительство Республики Молдова нету такого термина. Сейчас, значит, там написано, что он должен инвестировать в правительство в течение трех месяцев с инвестицией парламента. А инвестиции парламента нету такого термина в Конституции Республики Молдова. Это может быть и инаугурация парламента, это может быть и валидация мандатов. У нас нету пока понятия по поводу, что такое инвестиция парламента. Если сейчас Конституционный суд скажет, что инвестиция парламента, это означает и инаугурация парламента, у нас мы не должны забывать, что инаугурация парламента даже не закончилась. Если это начинает расчет с момента, когда заканчивается инаугурация парламента, то я могу посчитать, что эти три месяца только с того момента вообще начинают истекать. Поэтому у меня вообще не ясность, непредсказуемость, если вообще начал истекать этот трехмесячный срок. Поэтому то, что обратился сейчас президент в Конституционный суд, это абсолютно правильно, чтобы была ясность. То, что я слышал очень много критик, почему он обратился. Я объясняю всем. Господа, он сейчас бы обратился или после 9 июня он бы все равно должен был обратиться, потому что он не может просто подписать декрет. У него сначала должен иметь авиз, консультативный и обязательный от Конституционного суда, разрешение от Конституционного суда на Роспуск парламента. И в таком случае, для того, чтобы потом его не критиковали, что он действует неконституционно, он сначала обратился для того, чтобы была предсказуемость, чтобы всем было как на ладони, ясно. Но я одно вижу. В принципе, в экспертном пространстве юристы как бы где-то договариваются, что либо 9, либо 21. Хотя я читал очень осторожно вот это решение Конституционного суда. И там написано терным по белому, что при нефункциональном парламенте не выдвижение кандидата, это не означает, что этот парламент отказал принять этого кандидата на должность премьер-министра. Это означает, что не включается уже 98-я статья Конституции Республики Молдова, которая не то что позволяет, но обязывает президента как минимум два раза выдвигать кандидата на премьер-министра. Исходя из того, что он еще даже не может выдвигать эти кандидатуры, я считаю, что этот срок просто ему не отобрали это право, отодвинули куда-то подальше на момент, когда парламент станет функциональным. И это еще одна интерпретация. Поэтому для того, чтобы все было ясно, все было как на ладони, я тоже жду это решение Конституционного суда, потому что мы понимали. Поэтому я говорю с юридической точки зрения, пока я не вижу предпосылок для кризиса. С моральной, с политической точки зрения, да у нас кризис еще с 94-х годов, потому что у нас постоянно амбиции, эгоизм и больше ничего. Хорошо, вы сказали про кризис 90-х годов. Почему Лучинский в свое время, не спрашивая Конституционного суда, выдвигал свои кандидатуры? 90-е годы, потому что у нас была полупрезидентская республика, это первая, потому что у нас, я не знаю, если до 94-го года там была другая ситуация, там и Конституции не было. Я извиняюсь, но тогда происходили, извините, еще не такие вещи. Например, мы получили тот случай, когда Конституционный суд указал на то, что решение парламента об изменении закона о выборе президента было неправильно, потому что визу Конституционного суда означало другое, а парламент проголосовал совсем другое. Поэтому произошло изменение решения. Вы про выдвижение говорите? Да. Да ему не нужно разрешение на выдвижение. Проблема была в другом. У нас новые обстоятельства, у нас не функциональный парламент, у нас такого не было в республике Лудова. Подобная ситуация была и при Лучинском. Я не знаю. Я не знаю, если была такая ситуация. Была подобная. Я хотел сказать. Может быть, тогда было. Я одно могу сказать. На тот момент Конституционный суд, он не был таким активным. В принципе, Конституционный суд до 2011 года, у него 5% из всех решений, которые было выдано, вот Конституционный суд, из 100%, потому что с 2011 по 2019 еще 95% было выдано. У нас поменялась в принципе интерпретация и флексибилизировалась Конституция. Этот процесс начался после 2011. У нас все поменялось в Республике Лудова. Мы на основании решений Конституционного суда стали парламентской республикой. На основании решений Конституционного суда у нас президент избирается народом. У нас все происходит на основании решений Конституционного суда. Исходя из новых реалий, новой непредсказуемой ситуации, президент... Вы позитивно относитесь к этим изменениям? У меня двоякая. Я сейчас даже пишу, я говорю докторскую диссертацию именно на то, что происходит в Конституционном суде. У меня двоякая позиция, у меня есть сомнения, что это приведет к чему-то хорошему, но это история покажет. Посмотрим дальше. Почему? Потому что любое решение Конституционного суда, появляются новые и новые вопросы, и постоянно Конституционный суд дополнительно, дополнительно должно... Я считаю, что Конституция должна быть намного солиднее и намного менее интерпретабельной, но для этого все равно пора делать реформу Конституции. Но тут я не соглашусь. Во-первых, когда меняли выбор президента Республики Молдова, тогда не Конституционный суд виноват был, потому что парламентарии обратились к Конституционному суду, согласно тому обращению Конституционный суд дала виз, сказал, что это Конституционно, но сам парламент потом изменил свое же, уже не имея то-то виз Конституционного суда. Поэтому совершенно правильно Конституционный суд определил, что в данном случае то, что проголосовал тогдашний парламент, проголосовал без виза, и это было нарушением процедуры, прописанной в Конституции. Но в этом тут не только Конституционный суд дал четкое определение. Другое дело, что политики, я извиняюсь, а при чем тут Конституционный суд, если к нему обращаются? Пусть не обращаются, тогда не будет столь активен Конституционный суд. Кстати, сейчас Конституционный суд занят еще многими другими полезными делами. Я хотел сказать, потому что есть индивидуальные обращения людей через суды в Конституционный суд, и в этом плане тоже хорошо работает Конституционный суд. Хотел сказать, потому что я слышу повсеместно об опасности коалиции с демократической партией. И приводится, конечно, в примеры либерал-демократы и либералы. Но я хочу напомнить немножко историю. Во-первых, коалиции с демократами они делали в АЕ еще с 99-го года. И либерал-демократы, и либералы в 2014 году прошли в парламент с очень хорошими результатами. При этом, будучи в коалиции с демократами. А потом давайте вспомним, как вообще-то эти партии разобрались. Филат пошел на войну лично, даже не его партийные соратники, партии проиграл. Он объявил войну. Давайте вспомним, как он выходил каждую неделю, и даже ничего не давал. А я вам покажу эти олигархы, я выйду из такой и скажу. И вот каждую неделю он, давайте вспомним, каждую неделю, две недели выходил и вот с такими заявлениями. А либеральная партия, она же ушла из коалиции цельной нормальной партии, правящей партии. Кто ее заставил, почему они ушли и после этого проиграли. Почему они не проголосовали, будучи проевропейской акцентированной, проевропейской партии не проголосовала в Конституции европейское направление. Причем тут демократическая партия. То есть это неправильно. Зависит все от поведения конкретных политических лидеров и, конечно, их соратников и партии. Если они будут иметь результаты, то было бы как в 2014 году. А если нет, то получается как в 2019, извините. Хорошо, господина Катана, скажите, вы так же оптимистично настроены, как и господин Нагачевский. У нас так и не будет политического кризиса. Ну тут нужно определять, что означает политический кризис. Да, у нас люди... У нас будут на срочные выборы или не будут? Не знаю, не знаю. Но я не воспринимаю это трагично. Я только одно желаю, что те люди, которые будут в этом виноваты, чтобы через голос люди их санкционировали. То есть не голосовал просто-напросто за тех людей, из-за которых будут происходить досрочные выборы. 50 на 50. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот Конституционный суд, господин Нагачевский назвал три варианта. Какой ответ даст Конституционный суд по поводу истечения срока? Запрос, на который сейчас дал президент. Вы как думаете, когда истекает срок? Ну, в принципе, нормальная интерпретация – это тот случай, когда состоялся парламент. Это обычно происходит в первый же день. Выбирается председатель, отсюда уже все происходит. Я вот, насколько я понимаю, господин Смирнов объявил перерыв. Или что-то он объявил. Поэтому посмотрим, какое решение даст, что означало вот это, действительно, когда господин Смирнов дал перерыв. Что это означает? Это состоялось полное заседание? Или в данном случае мы находимся в перерыве от заседания? Поэтому сейчас будем ждать определения суда. Кстати, я понимаю, что для людей это выглядит кому-то интересно, кому-то это не нравится. Но, извините, такова демократия и, кстати, таково конституционное право. Потому что, действительно, это проблема. Как мы будем решать вот это заседание, которое было? Оно что было? Конституционный суд пусть решает, и мы должны это понимать. И, если будет разумное решение, должны с этим смириться. К этим бы оно не было. Спасибо, господин Андреевский. Вот я в начале программы поняла, что вы не настолько оптимистичны, насколько ваши коллеги по поводу досрочных выборов. Но опять же, говорите, что вы... В случае, если теоретически представить, если они состоятся, кто возьмет на себя ответственность за них? В каком смысле ответственность? Ответственность за то, что они состоялись, и за то, что Молдова вошла... Ну, кто-то считает, что и досрочные выборы – это не политический кризис, но все же. Нет, я не сказал, я не сказал, что это не трагедия, понимаете? Это не трагедия, но это 100 миллионов рублей, которые могли бы уйти на наращивание инфраструктуры. Ну, извините, давайте поговорим и об нашем электорате, понимаете? Потому что, когда наш электорат голосует, он тоже должен знать, что голосует, да? Вот я не хочу привозить на личные опыты, но когда этот электорат, я вижу, что показывает какую-то депутатку, которую обвиняют ее коллеги в краже 10 тысяч лей, она выходит, делает цирк и говорит там о коньяке, о чем-то, и, повторяю, это депутат, публичное лицо, которое обвиняется в краже 10 тысяч лей, даже стыдно, да? Господин Катана, я не говорю о том... И люди, телевидение дает вот такой репортаж, и люди обзывают, называют, самым грязным словом это телевидение. Это при том, что телевидение как раз сделало правильную вещь, речь идет о публичной, о депутате, который, как же это не давать такие... Господин Катана, я говорю о том, что... И когда люди голосуют вот таким вот образом, то пусть они хавают. Они голосуют, но я говорю о том, что в случае досрочных выборов, я тоже очень хорошо знаю определенную часть нашего электората. И в случае досрочных выборов депутаты вернутся к себе в округа. И я знаю людей, и я знаю, что люди в первую очередь будут у людей спрашивать, где решение вопросов. Почему вы снова сюда приехали? Ну так и будут, такие вопросы и будут. Кто возьмет на себя ответственность, здесь не надо ее брать на себя. Ответственность будет положена на того, кто довел до этих досрочных выборов. То есть ее никто не хочет. Потому что вот сейчас возьмите все фракции в парламенте, спросите, кто хочет досрочные выборы. Вам все хором скажут, мы не хотим досрочные выборы. Но тогда возникает вопрос, а кто сделал что-то, чтобы не прийти к этим досрочным выборам? И вот здесь возникает другое. Потому что мы видим, что главное, и я думаю, самая большая вина лежит на Акум. Потому что сегодня они провалили практически переговоры с социалистами. И опять-таки здесь есть и доля вины самих социалистов. Потому что может быть они где-то, да, они были более флексибельны. Они как бы, мы готовы обсуждать это, мы готовы обсуждать то. Потому что в то же время, почему я говорю, что Акум провалили? Потому что они поставили очень жесткие, практически невыполнимые изначальные условия. То есть вы вспомните же, как они шли на эти переговоры. Вы должны проголосовать за все, что мы предлагаем. После этого вы должны дать в отставку и встать в оппозицию. И поддерживать только нас, когда нам надо ваши голоса. Ну это же безумие какое-то. Где они вообще в мире такое видели, чтобы маленькая фракция говорила, большой фракции, что вы нас должны время от времени, когда нам надо поддерживать. И потом оставаться дальше в оппозиции. Конечно, тогда мы говорим, что вина все-таки ложится на Акум. Хотя все фракции в той или иной степени виноваты. То есть нельзя сказать, что... Но я извиняюсь, Андрей Андреевский. Если рассуждать по логике Акум, все их предложения, вообще-то они изначально сходятся к неочередным выборам. Вот. Вот это вот самый интересный момент. Если не получаются, то выборы. Если не получаются, то срочные выборы. Если получаются, то опять выборы. Я хочу представить себе ситуацию. Вот приходят депутаты от Акума на встречу с избирателями. И до этих, на прошлых выборы, которые были сейчас очередные, они когда приходили, они говорили, мы сделаем там то-то, мы поборемся с коррупцией. Ну, короче, более-менее типичное обещание депутатов перед выборами. Сейчас, когда они это будут говорить, а люди им скажут, подождите, так мы в парламенте будет примерно такая же ситуация. Расстановка сил. Расстановка сил. То есть вы будете делать то, что вы нам сейчас обещаете, или вы будете опять провоцировать досрочные выборы. Об этом уже многие эксперты говорят о том, что если сейчас произойдут досрочные выборы, это может пойти циклично. То есть это, потому что ситуация радикально неизместна. Нет, там циклично, опять же, там опять проблема возникает. В 2020 году следующий тогда. Потому что в том же году нельзя проводить. В 2020 году. Поэтому получается, что если вот эти три месяца пройдут, мы вообще останемся без парламента. Мы будем в таком, в таком, в такой ситуации. Нет, сейчас он как бы есть, мы же пока в сроке включаемся. Но вот когда уже не будем ни в каком поле правовом, тогда будет развязка. Господин Андреевский, простите, когда вы думаете, будет все-таки развязка? Я думаю, что в ближайшие три недели, то есть до конца первой декады июня, уже будет понятно. Что мы делаем? Да, либо у нас получается какая-то в той или иной форме коалиция, либо это досрочные выборы. Потому что уже, во-первых, выходят за пределы все сроки. Во-вторых, уже надо будет определяться там и с местными выборами. И обратите внимание еще на один момент, о котором никто не говорит. Если у нас произойдут досрочные выборы, у нас недееспособный парламент будет практически до конца года. В последние три года у нас бюджет принимался очень рано. И за счет этого успевали очень много сделать. А сейчас мы вернемся к ситуации, которая была лет 7-8 назад, когда бюджет принимался уже после начала нового года. И из-за этого многие проекты оставались недофинансированы. То есть мы сейчас, мы можем впервые за три года оказаться в этой ситуации, когда у нас не будет уже роста социальных пособий, пенсий и так далее. Потому что просто никто не рискнет их обещать, зная, что бюджета нет. Поэтому на самом деле опасность досрочных выборов не только в этих 100 миллионах, хотя это тоже очень страшный удар сейчас по экономике. Но и то, что у нас не будет принят вовремя бюджет, и то, что у нас, о чем я говорил раньше, будут заморожены инвестиции. То есть это на самом деле катастрофа, если будут досрочные выборы. Но я сегодня не вижу реальных шагов со стороны наших господных депутатов, чтобы их избежать. И вот это кризис. Господин Нагачевский, скажите, местные выборы мы так и не обсудили. У нас время программы, к сожалению, практически стекло. Когда, на ваш взгляд, все-таки могут состояться местные выборы? Исходя из нынешней ситуации, если вот так будем играться в кошки-мышки, то они будут где-то в следующий год непонятно когда. Если, опять же, не подойдет Конституционный суд и не скажет, что вот может другой выбор. Я тут уже действительно не знаю, что может сказать Конституционный суд в этой ситуации. Закон уже парламент назначает. Закон, да, определяет, что парламент назначает. Это значит, что нужно иметь функциональный парламент. А если не будет парламента, то закон о местной власти говорит о том, что старые местные советы и примары доводят свои полномочия до избрания новых местных органов. То есть, я бы сказал, я не юрист, я не знаю, насколько реально то, что я сейчас говорю, но если у нас будут досрочные выборы, было бы логично, чтобы провести вместе с ними место, чтобы сэкономить хотя бы чуть-чуть. Это мнение гражданина, это мнение эксперта. Я слышала мнение, что это нереально. Повторяю, опять же, парламент является тем органом, который назначают. Если нету парламента, то кто будет? Я вам одно скажу. По Кишиневу вообще непонятно. Там в законе об местной публичной администрации написано, что мы должны сейчас избирать 5 местных примарей по ботанике, по ботаникам. А по закону о статусе муниципе Кишинева нету такой установки. Вот это тоже должны разбираться вообще парламентарии. Мы как избираем? Только гемпримария, и мы избираем дополнительно вот этих 5 примарей территориальных. Это непонятно. И вот без большинства-то будет вот такое веселье по поводу местных выборов. Поэтому я надеюсь, что наши парламентарии все-таки хватит, хватит вот этими амбициями страдать и начинайте работать, господа. Вот и все. Все будет нормально. Да, но вы просто обратите внимание, вот я видел тоже, выступали эксперты в вашей здесь студии. Они говорили, что вот надо пойти на любые условия, на все что угодно, лишь бы, чтобы у нас была коалиция, которая проголосует антиолиграфические законы. То есть в чем проблема сдвинутой приоритет у людей? Вот эти люди, эти эксперты, которые связаны с блоком АКУМ, они считают, что приоритет для людей, вот эта вот борьба между... Господин Андреевский, их не приоритет, чтобы создалась, вот я уверен, что вот эти антиолигархические так называемые эксперты... Чтобы их люди получили эти должности, вот их приоритет. Господин Андреевский, вот то, что они хотят, чтобы блок АКУМ пошел в оппозицию, чтобы было создано вот это... Коалиция между демократами и социалистами, вот это делает Попов, вот это и делает Кульминский в каждый день, он делает все возможное, чтобы блок АКУМ не договаривался с социалистами. Вот и все, и вливает в информационное пространство разные фейки, разные бреды для того, чтобы это было невозможно, потому что они считают, что социалисты намного сильнее и как-то в этой коалиции поломают блок АКУМ. Ну, ключевой является позиция блока АКУМ, потому что, и они должны ее изменить, потому что в любом варианте у них получаются выборы. То есть, если не получается договориться, они, кстати, об этом говорили изначально, мы не хотим ни с кем договариваться и идем на выборы. Потом передумали, сейчас уже говорят о таких предложениях, но эти предложения все сводятся, опять же, у них к неочередным выборам. И все понимают, что это неправильно. Так что, пока они являются ключом к решению проблем, если не случится что-то другого. Кстати, тоже изнутри. Ну, мы будем очень внимательно следить за развязкой событий. Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели, как сказал мой коллега, ситуация прояснится. Время нашего эфира подошло к концу. Я хочу напомнить, что в эфире была программа «Главное». Сегодня гостями студии были журналист Андрей Андреевский, юрист Виталий Катана и юрист Фадей Ногачевский. И желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok